Всем привет! Если вы стали замечать у себя на кухне или в ванной маленьких пушистых мошек, скорее всего это бабочница. И сейчас я расскажу как от нее избавиться. Второе название бабочницы – канализационная муха. И тут уже не сложно догадаться где же она обитает. Это разные сливы, канавы, стоки, затопленные подвалы, вентиляция. В общем такие все сырые помещения, где много органических отходов. Ну и чтобы ее вывести, нам нужно ликвидировать благоприятную для нее среду обитания. Если это подвал, то нужно осушить подвал и обработать его. Если же это квартира, то скорее всего у вас есть какой-то засор. Для начала механически устраните ваш засор. Для этого продаются различные приспособления в строительных магазинах. Ну или можете воспользоваться услугами сантехника. Ваша основная задача – прочистить все трубы. Следующее действие – вам нужно устранить питательную среду у бабочницы. Как мы знаем, бабочница оставляет свои личинки в канализационных трубах, прикрепляя их, ну прям к трубе, к органическим остаткам. Вам нужно засыпать в канализацию пищевую соду, обычную пищевую соду. Прям побольше сыпьте, она дешевая, ее не жалко. Тем самым вы обезжирите поверхность труб и лишите личинок питания. Можно прям на всю ночь засыпать и пусть всю ночь оно там обезжиривается. Следующее действие – вам нужно лишить личинок выплода, чтобы они не рождались. Для этого вам нужно ликвидировать благоприятные условия среды. Для этого можно добавить обычную пищевую соль. Также прям побольше насыпьте в канализацию соли и тем самым вы устраните возможность вообще, ну, вылупляться яйцам. Итак, повторим. Устраняем засор, обезжириваем канализационные трубы пищевой содой, устраняем благоприятную среду для выплода личинок, засыпав соль. Три простых действия. Можно, кстати, сделать экспозицию. В одну ночь засыпать пищевой соды, а на следующую ночь засыпать пищевую соль. А можно и сразу в один день все сделать. Как же теперь избавиться от самой бабочницы? На самом деле очень легко. Либо можно клеевые листы расставить и она в них прилепится. Либо можно вызвать дезинфектора и сделать обработку любым профессиональным препаратом и она сразу пропадет. Если вы живете на первых этажах и у вас прочищены трубы, то без дезинфектора тут, конечно же, не справиться. Нужно обязательно обрабатывать подвал, так что вызывайте дезинфектора или давите на свою управляющую компанию, чтобы они вызвали. И после осушения подвала уже проводится профессиональная обработка с долгоиграющим инсектицидом, который устранит и выплат, и всю бабочницу. Если это видео оказалось вам полезным, не забудьте подписаться, лайки, колокольчики, комментарии. Этому всему мы рады. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!